Если кто-то думает, что налоговым инспекторам больше нечем заняться, как в школы и вузы ходить, глубоко заблуждается. Работы более чем предостаточно. Ведь деньги в государственный бюджет поступают за счет налогов, которые платят индивидуальные предприниматели организации и мы с вами, рядовые граждане. А столь ответственная государственная функция, как их сбор, отводится именно контролирующему органу. Кто-то это понимает, другие не желают понять все это от финансовой неграмотности. Лозунг «Заплати налоги, спи спокойно» некоторые воспринимают как нечто несерьезное, а зря. Для того, чтобы не было этого зря, и приходят представители налоговых структур на предприятия и в организации, в школы и университеты. В приоритете рассказать и научить финансовой грамотности. Всегда встреча именно в таком ракурсе, именно с детьми, она наоборот располагает и всегда приносит позитив. Это уже большой плюс для нас, как налоговой инспекции. Во-вторых, всегда очень дети, это непосредственность. Причем, даже если это просто учащиеся и выпускники, которые буквально завтра уже станут будущие студенты, им, кому как не им, рассказывать и говорить, и встречаться именно о налоговой культуре. Наработанный опыт сотрудников отдела консультации Московской налоговой инспекции позволяет делать определенные выводы. Мимо ушей школьников информация не проходит. Они слушают, внимают и запоминают, конечно, то, что пригодится им. Нужно думать о будущем прямо сейчас. Ну, зарплата в конвертах, так называемая серая зарплата. Вот рискнете все-таки, если вам предложат, ну, через годик, там, тысячи так? Ну, по возможности рисковать не буду, но если будет и простая зарплата хорошая, и конверт, это почему бы и нет. У нынешней продвинутой молодежи все расписано. Сегодня гимназия, завтра вуз. Затем небольшой бизнес, который просто обязан перерасти в большую компанию. Про то, что дополнительный доход облагается налогом, понимает не каждый. Поэтому консультации инспекторов – неоценимая вещь. Задача сегодня, как для нас, налоговых инспекторов, носит, прежде всего, разъяснительный характер. И рассказать именно нашим будущим студентам, что можно иметь дополнительный источник доходов, и для этого не нужно регистрироваться с субъектом хозяйствения, а главное – уплатить налог в фиксированной сумме. Для нас это актуально, хотя нам в 18 нет, и мне было интересно, может, уже мы можем это делать. Налоги платить надо, и нельзя, наверное, брать зарплату в конвертах, потому что это потом, опять же, может в будущем от этого нам хуже быть. Подобные встречи обоюдовыгодные. Для школьников ликбез, для инспекторов – расширение армии порядочных налогоплательщиков, а потому налоговые инспекторы. Московская МНС воплощает в повседневную жизнь правила – не нарушай закон сам и не позволяй нарушать его другим. И каждый из нас, поняв и приняв эти слова, будет способствовать не только развитию правового гражданского общества, но и повышению его благосостояния.